Крым в каждом сердце. Название программы очень четко передает атмосферу, царившую в зале. То, что происходило на сцене, тронуло зрителя до самой глубины души. Четыре человека подарили настоящий праздник. Эльмира Налбантова – одна из самых популярных артисток Республики Крым. Своё искусство она несёт на многих языках. К приезду в Хакасию тоже готовилась заранее. Я искала очень много в интернете произведений. И, к моему сожалению, вот такой информации большой о хакасской музыке для меня я не нашла. То есть мне было интересно. Я послушала народное исполнение, горловое исполнение. Это было для меня здорово. Я считаю, что это настолько природные данные такие у человека. Это, я не знаю, с молоком матери впитывается всё. Тем не менее, песня на хакасском языке со сцены прозвучала и была встречена на ура. Звучали на концерте песни украинские, крымско-татарские, современные и классические. Эльмира Налбантова не придерживается определённого направления в музыке. В её творчестве присутствуют разные жанры. У меня нет нелюбимых песен. Все песни, вот они прожиты в определённый момент и всё равно оставляют какой-то отпечаток свой в душе. Я очень люблю фольклор. Любой фольклор любого народа. То есть мне нравится, я этим занимаюсь. Я люблю очень русские романсы. Это маленький театр для меня. И за 3-4 минуты мне нужно рассказать всю жизнь именно вот в этом романсе. Душевности отдельным произведениям добавила скрипка, партию которой исполнила лауреат международных конкурсов Ирина Емельянова. Она тоже является артисткой Крымской филармонии. Скрипка появилась в программе Эльмира Налбантова относительно недавно, но проект интересный, и артисты намерены продолжать сотрудничество. Нельзя не отметить танцевальную составляющую. Юлия Золотогорская – заслуженная артистка Республики Крым, финалистка Чемпионата мира по степу. Её партнёр – Александр Малков, лауреат международных конкурсов и фестивалей, участник зарубежных шоу-проектов. Танцевально-акробатический дуэт стал настоящим украшением концерта. Хореография и вокал – это абсолютно равный жанр на сцене. И как будто у зрителей никогда нет какой-то ревности к тому, что к аплодисментам, к чему-то. Мы просто создаём номер, и для нас главная задача, чтобы он в целом понравился зрителям. Это был не просто концерт, это было настоящее шоу, участие в котором приняли и сами зрители. Мне очень сильно понравилось, я не пожалела, что я пришла сюда. Мне понравилось, как играли на скрипке, танцы тоже. Ну, в общем, всё понравилось. Прекрасный концерт, большое удовольствие получили. Больше всего, конечно, танцевальная группа. Это не передать. Даже вот сказать, такой огромный, красивый голос. Прямо до слёз? До слёз, вот за душу так берёт, что очень. Пусть почаще приезжают. Этот визит крымчан можно назвать ответным. В сложный исторический момент, в канун референдума, делегация Хакасской республиканской филармонии выступала в Крыму с благотворительными концертами. Были там наши артисты и после воссоединения с Россией. Под занавес концерта гости вручили благодарственное письмо руководителю Хакасской филармонии Вячеславу Инкижекову. И выразили надежду, что сотрудничество двух республик продолжится. В Министерстве культуры Хакассии, при участии которого и прошёл концерт, идею поддержали. Сегодня у нашей постоянной рубрики писателей Хакасии встреча с Геннадием Майерковым. Поэт живёт в селе Белый Яр, у него вышло уже пять сборников. В основном это лирика и стихи, навеянные природой родной Хакасии. Работает Геннадий Матвеевич и в довольно непривычном жанре поэзии, сочиняя четверостишие в восточном стиле рубаи. Геннадий Майерков пишет стихи всего 19 лет. По меркам писательской организации автор молодой, хотя Геннадию Матвеевичу вскоре исполнится 79 лет. Жизнь молодости и зрелости была насыщена событиями. Для творчества просто не оставалось времени. Судите сами, после окончания в 60-м году историко-филологического факультета Абаканского пенинститута попал по распределению в сельскую школу Тюхтецкого района Красноярского края. Работал учителем, потом возглавил школу, несколько лет был зав району. Вернулся в Хакасию, работал в партийных органах Абакана, Таштыбского, Аскизского и Орженикидзевского района. Наивысший пост – секретарь райкома по идеологии. С аналогичной должности заместитель главы Алтайского района по соцвопросам ушел на пенсию и решил писать стихи. Проба пера оказалась успешной. За несколько лет вышло пять сборников. Пишет Геннадий Матвеевич в основном лирику. Пасется конь, мой вороной, И плеч реки средь трав забыта, Блестит теканкой, Под луной подковою копыта. Ребенком дремлет Абакан, На плесах расплатавшись, Таймене медные бока Мелькнут средь струй уставших. Стоит мой конь на берегу, Потряхивая гривой, Река и он нас берегут, Я потому счастливый. Геннадия Мояркова по праву приняли в писательскую организацию. Его стихи доступны и на популярном писательском сайте. Их на персональную страничку выкладывает дочь. Причина самая жизненная – у поэта с годами ослабло зрение. Но творческих планов Геннадий Матвеевич не оставляет. Стараюсь прижаться к своим родовым корням, хакасским, я имею в виду. Но если не что-то из эпоса, ну хотя бы где-то короткую поэму на основе этого. Геннадий Моярков – частый гость в районном краеведческом музее, который сейчас работает на правах отдела районного дома культуры. Автор дарит музею свои произведения. В фондах музея хранятся книги этого замечательного автора. И книги пользуются большим спросом. У нас интересуются ученики его творчеством, студенты и просто посетители. В последние годы Геннадий Моярков увлекся рубаи. Это короткие четверостишья в восточном стиле. Вот одно из них. Куда спешишь, летишь ты время. Я только встать успел на стреме, лишь краем поля проскакал. А за спиной годов уж бремя. Писатели Хакасии плотно сотрудничают с театрами. В республике вновь открылась лаборатория драматургов. И на этот раз она была представлена общественности. Актеры читали пьесы, авторы литературных текстов, сидя в зале, вслушивались в содержание собственных произведений. И решали, имеет ли постановка право на существование. Максим? Да, я Максим. Ты меня замочила. А-а-а, теперь я Зомли. Зомли, это кто? А-а-а, ты чё, старуха, ужастики не смотришь? Отрывок пьесы Фарита Загедулина «Убить Макса» первым представили в рамках лаборатории драматургов. И буквально сразу сценическое действие вызвало улыбки на лицах зрителей. Сюжетная ленья – это зеркальное отражение современности. Проявляется это и в проигрываемой обстановке, и в стиле жизни действующих лиц, и манере общения. Роль наркомана Макса исполняет молодой актёр Александр Хитров. Говорит, даже такой, казалось бы, негативный герой находит положительный отклик у зрителя. В пьесе не грусть, а какой-то оптимизм. И очень даже мне понравилась тема про рай, что у каждого действительно свой рай. У каждого кто-то свой рай находит. Там футбол смотрит. Максимум, вот такой рай. В итоге, что он отказывается от наркотиков. Известный в Хакассии драматург Илья Топоев, на счету которого уже 15 поставленных пьес, на суд режиссёров вынес произведение «Прощаю тебя». За философским названием скрывается психологическое противостояние отцов и детей. Возникло оно на почве любви. Семья приехала из деревни, в городе. Городская интеллигенция. Она уже почувствует себя выше на ступень, выше чем делать. И поэтому они не хотят, чтобы их сын женился на деревенские девушки. В финал они выходят где-то на крышу дома и как бы они вдвоём бросаются, но не падают. И как в картине шагала, они летят. А вот для Владимира Балашова, автора многочисленных рассказов, повестей и романов, драматургия – дело новое. Первой в творческой копилке Владимира Борисовича стала пьеса «Искушение Дона Жоана». Затем «Шаман дерева» и вот теперь состоялась читка «Мести и Гудея» легенды древней Хакассии. Когда я попробовал, ну вроде что-то получилось, не получилось, я не знаю. Сейчас вот когда читают её актёры, я слышу уже не себя, а восприятие других. И когда я вдруг пойму, что да, это интересно, это здорово, я ещё могу несколько пьес написать. В рамках первой, представленной вниманию общественности лабораторий драматургов, её по сути можно назвать экспромтом, было прочитано семь пьес. Однако это лишь малая часть огромных, ещё не услышанных запасов республики. Эти недочёты представители Дома литераторов и союза театральных деятелей Хакассии намерены уже начать исправлять. Я сама очень волнуюсь, но надеюсь, что эта встреча, может быть, мы говорим с Евгением Юрьевичем, может быть, родит какой-то новый жанр. Это читка новых пьес. О других, наиболее значимых событиях культурной жизни нашей республики мы расскажем в следующих выпусках программы «Культура Хакассии». А на сегодня это всё. Удачи вам и до встречи в эфире.